Телеканал 24ДОК представляет Кино — это не иллюзия. Догма 95 выступает против иллюзии в кино, выдвигая набор неоспоримых правил, известных как обет целомудрия. Манифест Догмы 95 — это известный свод правил, кодекс, скажем, кодекс чести, потому что это еще называется кодекс целомудрия. А режиссеров, не объединенных никакой общей концепцией, кроме формального исследования определенным пунктом. Это обычная практика для режиссеров, потому что известно, что ограничения гораздо более продуктивны для творчества, чем и вседозволенности. Клянусь воздерживаться от создания произведений, поскольку мгновение ценнее вечности. Клянусь исполнять эти правила всеми доступными средствами, не стесняясь соображений, хорошего вкуса и каких бы то ни было эстетических концепций. По-моему, это отличный текст. Никто из нас не считает мгновение ценнее вечности, потому что мы создаем нечто целостное. Это несколько смешно выглядело даже тогда, потому что заново открывать психологическую игру, заново открывать реализм, натурализм, руководствуясь формалистическим подходом, это довольно было странно. И удивительно, что некто из режиссеров, участвующих в манифесте, не понимало этого. Камера, мотор. Звуковое сопровождение не должно идти отдельно от изображения. И наоборот. Звук нельзя накладывать или обрабатывать впоследствии. Естественно, в первые же месяцы работы по придуманным правилам, ну не то, что лживость, но некоторая искусственность этих требований, она обнаружила себя, потому что видно, что вместо дискуссий о смысле искусства, о том, как нужно снимать реальность, как ее реконструировать и так далее, ведется дискуссия на тему, можно ли ставить камеру на пол, или можно ли закрывать простынкой окошко, потому что это нарушение правил естественной игры, можно ли освещать сцену, не знаю, фонарями машины поднятой, там, на 10 сантиметров над пол и так далее, можно ли снимать порнографическую сцену без фактически пенетрации, как было у Ларса фон Триера. И это самая смешная часть фильма, это товарищеский суд над Ларсом фон Триером, когда все осуждают его за сцену вот этой известной оргии из «Идиота». Когда скажу «мотор», начнете делать так. Понятно. Сразу чувствуется, что в этой сцене что-то не так. Как бы понарошку. Это нарушение правила о том, что фильм не должен содержать мнимого действия. Все совершенно верно. Ты совершенно не жалеешь актеров. Это даже не столько фильм о том, как Манифест Догма родился, сколько о том, как он немедленно скончался, не успев еще появиться на свет. Потому что когда все эти фильмы о торжестве и «Идиоты» поехали в Канны, их создатели уже понимали, что Манифест себя исчерпал. Понятно, что нет таких правил, которые невозможно нарушить, что они и существуют для того, чтобы их нарушать. Манифест себя исчерпал. Манифест себя исчерпал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!